Прошу вас задавать вопрос. Да. Сейчас вот у нас уже есть. Да, я очень-таки хочу поздравить Сашу с таким зрелочным нокаутом, с победой. У меня два вопросика. Первый такой, что дальше? С кем бы вы хотели подраться дальше? Валдер и Фьюри. А если Фьюри, то что вы можете сказать о нем как боксер, как шуман? Как вы будете справляться с Фьюри? Вы знаете, он у меня сейчас с матчей ваш должен быть, так что я об этом не думаю. Что могу сказать о Фьюри? Это хороший, сильный боксер. Он крепкий такой, может быть не такой технический, как Джошу, но он другим берет. Очень веселый и хороший парень. Мы с ним встречались в Нью-Йорке. Произвел очень приятные песни. Ничего плохого не могу сказать. Второй вопрос, если можно. Что Эдикер вам говорил, когда вы пожалили руки после боя? Эдикер. Да ничего, мы просто поздравили. Ничего не боимся. Давайте вы. Вы же были. Привет, компания РНТВ. Во-первых, вы как вы себя чувствуете после боя? Нормально себя чувствую. Вы чувствовали нормально. Все хорошо. Вроде здоровье нормально. Смотрите, пожалуйста. РНТВ открывает проект «Бойцовский клуб». И первый бой будет Харитонов против Уильямса 11 сентября. Понятно, что вы будете болеть за Харитонова, но попробуйте объективно оценить шансы бойцов. И что можете посоветовать своему другу? Вы знаете, я за Серегу буду болеть. Я надеюсь, что он победит. Я Уильямса просто не видел. Вот в чем дело. Как я могу еще что-то сказать? А так я болею за Серегу. Однозначно. Я считаю, что у Сереги все шансы победит. Если он все правильно построит в свою подготовку, то он сделает все хорошо. Кто же сейчас в форме находится? Трудно сказать. Я его не видел давно. Надо видеть за него, хоть пообщаться. А сами будете? Если будут на месте, конечно, приедут. Дальше. У меня вопрос ко всем присутствующим. Начнем с Алексея Папина. Алексей, поздравляю вас с победой. Закрыли поражение по Лунину Кагула. Вопрос такой. Как считаете, ваш стиль бокса или какие-то навыки появились новые для того, чтобы в следующий раз при встрече с Макабу оказать более сильное сопротивление и рассчитывать на победу? Или вы сейчас довольны своей новой формой? Спасибо за поздравление. Да, формой своей действительно доволен. Сделали большую работу после боя с Макабу. Сделала большая работа над ошибками. Была проведена. Я уверен, что я стал сильнее. Если после поражения человек не становится сильнее, значит, он не был даже сильным. То есть, Макабу сейчас сладеет с каждой победой? С каждым поражением от Макабу я стал сильнее. Я приобрел самое главное – это бесценный опыт. У меня не было таких длинных боев и боев с такими серьезными соперниками, как Макабу. После боя с ним, конечно же, я вырос и в моральном плане, и в физическом. То, что мы увидели, где у нас есть огрехи в технике, пробелы какие-то в физической подготовке. То есть, мы их будем заполнять. И я думаю, что к следующему поединку я подойду в отличной форме и возьму реванш. И верну это уже. Обязательно верну это уже, да. Андрей Михайлович, вопрос вам. Это про контракт, который был заключен на бою между первым боевым мегастроном поединком и Делену Вайтом. Почему там не получилось сделать так, чтобы WBC фальсифицировал после случая победы любого боксера в качестве претендента, ну, и был прописан реванш? Ну, что касается реванша, это нормальная практика для таких боев. Это довольно часто прописывается. Если мы на это согласились, значит, у нас есть причины согласились, нам это интересно провести реванш. Что касается WBC, ну, вообще-то, изначально планировалось, что обязательный претендент, титул обязательного претендента получит любой из этой пары победившей. Соответственно, немножко поменялись правила игры. Не знаю, пока с этим не разбираемся. Посмотрим. Александр, вопрос к вам. Меня интересует состояние вашего тренерского штаба, ну, в частности, Ивана Керпуа. Так, чтобы было понятно, какой специалист на каком фронте вас занимается? То есть, там, Керпуа, Керпуа и остальные, кто получат время в части вашей подготовки, кто за чем следит? Вы знаете, ну, Керпуа намного уделяет тактике, так что Козлов Андреев, он физике уделяется, ну, и лаппы, снаряды тоже мы сейчас тренируемся с Нестером. Ну, Керпуа очень помогает и с нами тренируется постоянно. А кто, по факту, является два внутреннего, если использовать терминологию складываться? Я. Я, главное, ёлки-по, что вы не помнили еще. Только я. Мыша, никого. Дальше вопрос. Давай, Миша. Александр, с победой. Ну, вот уже все поставляют, еще опознают. Вопрос первый такой. Какие были мысли после четвертого раунда? Ну, а так давно было, когда ты сел в угол и что-то думал и, типа, мыслами выходил на пятую? Слушай, я вообще был спокоен. Самое главное, как будто я ничего не пропускал. Как будто все нормально ездит. Спокойен был, можно так сказать. Наверное, более, может, и расслабился. Наверное, это сыграл условия. Более спокойный стал, более расслабленный стал. Наверное, и руки полетели из-за этого. И хорошую комбинацию провел. Как думаешь, почему пекеры давать 20% на победу? То есть... Я честно, я вообще об этом не думаю. И не хочу даже думать. Зачем мне это? Не-не, это я вообще на это внимание не обращаю. Это каждое личное дело. Ну, они считают так. Они, наверное, посчитали, что я приезжаю в чужую страну, выступаю на чужое шоу, значит, я завидуем, а еду проиграть. Я никогда не еду за югом проиграть. Я всегда настроен на победу. Как бы ни было, что бы ни было, я всегда еду выигрывать. Последнее спрошу. А почему у Англии полетели в костюме «Сильмы джентльмены»? А чисто так. Чтобы вы обратили внимание. Какой любимый фильм ваш? Этот или тот любимый? Фильм? Ну, не этот, конечно. Не то, что любимый. Я его, если честно, еще не смотрел. Ну, посмотри обязательно. Посмотрим? То есть, прямо пересматривать хочется там, не знаю. Я пересматривал много раз и смотрел «Рокки». Вот и не нравится фильм «Рокки». Я помню. Спасибо. Матч ТВ. Матч ТВ. Матч ТВ. Александр, еще раз скажу. Да, благород. Есть вопросы, да. От телеканала. Все, конечно, и специалисты, и простые болельщики, все сидящие в табаку, переживали, когда были нандалы. Ваше ощущение тогда? Почему так? За счет чего так быстро удалось восстанавливаться? За счет такой какой-то общей выносливости? Может быть у Уайт не такие смертельные удары были? Ну, ударовый сильный парень не буду отрезать. Не знаю, за счет чего он восстанавливался. Ну, пропускал удары, да. Были нандауны какие-то. Но восстанавливался быстро и чувствовал себя нормально. И самое главное, чтобы он был успокоен. У меня не было такого, что что-то надо делать, что-то растерянное какое-то. Я был успокоен и уверенный. То, что надо делать. Ну, расскажи, оба нандауны были нандауны? Трудно сказать. Такой был был. Наверное, что-то был. Что-то был. Да, да. Второй нандаун точно был. После нандауна уже ваш нокаут последовал. Наблюдающие со стороны все-таки разделились. То ли это был лайфханч, то ли какая-то очень хорошая домашняя заготовка. Свои ощущения, свои рефлексы? Вы знаете, мы отрабатывали этот удар на тренировках. Я думаю, каждый пусть думает так, как он хочет. Кто-то думал, что это лайфханч. Кто-то думал, что это лайфханч. Просто так ничего не было. Я так скажу. Удары мы готовили, а там пусть сами решили. Сейчас только специалистов в боксе, что я уже даже не делаю, что не делаю. Наверное. 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 Каждый панч, чтобы он был лаки, его надо хорошо отрабатывать. Понимаете? Тогда он лаки-панч. А если нет, то нет ни лаки, ни панча. Давайте так. Поздравляю вас. Василий Конов, Илья Новости. Александр тоже пристреляется к этой великолепной победе. Вопрос. Все спрашивают про нокдаун. Сколько раз ты пересмотрел? Мне кажется, невозможно было пройти мимо. Потому что все соцсети… Я еще не смотрел, если честно. Я не видел. Я еще не смотрел. Не до этого. Не смотрел. Ты его первый увидел. Я понял, да. То есть еще не пересматривал? Да. Бой не пересматривал. Бой еще не пересматривал. Обязательно посмотрел. Сделал какие-то выводы. Какие ошибки сделал в начале. Почему я пропустил удары. Какие вы чё были нокдауны. Как полстраны довел чуть до инфаркта. Чё поверил народа. Давайте дальше. Алексей, к вам вопрос. Сколько времени вам нужно на восстановление и полноценную подготовку к ливанчику с Маком? Я думаю, нам на восстановление двух недель будет достаточно. И три месяца на подготовку. Полноценная подготовка. И я буду готов забрать титул чемпиона мира. И вернуть боржок. Александр, в третьем раунде у вас ударил ниже пояса. Казалось, вы даже на рейфли посмотрели. Рейфли не отреагировал. Был удар низко? Ну, не один раз ударил ниже пояса. Я знаю, он не один раз ударил ниже пояса. Может, случайно. Трудно мне сказать. Удар был. Белезноватый был. Да, белезноватый был. Если не секрет. Вайк самый сильный панчер, с кем его встречались за все время? Нет. Я бы не сказал. Нет? Конечно. Я думаю, у Варенина Радовича он ничего не слабил. У нас был еще Токам. Помните? Крепкий парень. Но он крепкий, но не такой ближий. Он достаточно ближий. Он сильный, с хорошим ударом. Он сильный парень, да. Он может быть по технике как боксер не такой. Но, что касается удара, там все в порядке. А Алексей, чем удивил Руслана вас в поединке? То, что первые раунды мне казалось, что он более уверенно боксировал. Руслан ничем не удивил. Мы были к этому готовы. Как я уже много раз сказал, что это была такая домашняя заготовка. Дать ему поверить в себя. Позвольте ему подойти на нужную для нас дистанцию. Мы ему дали такую наживку, которую он съел. И все. И потом уже последовала домашняя заготовка. Удар правый. А вы носливости на месте хватило бы так? Да, конечно. Не сказать, что там были какие-то такие удары, чтобы они меня потрясли. Даже вот то, что вы видите, у меня там на лицо снять как-то все удары головой были. То есть такого удара, чтобы потряс мне этот. А вы же приятели, да, по жизни? Да. Остались в другских отношениях, все нормально? Ну, мы сейчас это посмотрим. Конечно же, я после боя подошел, обнял его. Даже, честно сказать, извинился, что так оно получилось. Вот. Но мы сидели на дотном контроле, как-то общались после этого. Вроде нормально. А там мы через неделю созвонимся, сейчас время чуть пройдет. Созвонимся, пообщаемся. Я думаю, что спустя время мы будем с улыбкой это вспоминать, сидеть за столом. Тем более, это уже второй раз вы встречались, да? Нет, мы встречались не первый раз. Один раз мы с ним только спарринговались. Да. Когда были сборные по кейбоксингу вместе. Андрей Михайлович, вы сказали, что вариант реванша был вам интересен. Почему это было вам интересен? И второй вопрос. Вы хотели, чтобы реванш состоялся в России и в Великобритании или в Великобритании? Я не вижу особо большой разницы проводить реванш в России или в Великобритании. Мне бы хотелось больше в России. Ну, потому что в России давно просто не было событий в таком масштабе. Но это не есть самоцель, как сложится. Что касается, почему интересно. Ну, то есть, мы должны, наверное, преследовать интересы, в первую очередь, нашего спортсмена, нашего бойца. Если у нас есть история, в которой для него есть возможность зарабатывать хорошие деньги, реализовывать себя как боксер, то это безусловно надо делать. Потому что вот эта история с обязательным претендентом, она очень непростая. Это сейчас затянется на год, на два. Все непросто. А боксировать сегодня тоже надо. Это вот есть и в двух словах. На самом деле ситуация более глубокая и более сложная, но в двух словах это выглядит так. И а у тебя бы хотелось бы боксировать здесь, в России или в Британии? А если честно, мне все равно не боксировать. Мне все равно не боксировать. В России все на самом деле. Не боюсь боксировать. Спасибо. Александр, твой вопрос. Понимаете ли, что вы немножко вмешались в планы британцев, потому что, когда смотрели трансляцию и выводят свой дехер, но немножко был в шоке. Мне кажется, что это шло не по его сценарию. Может быть, не по его сценарию. Может быть, они рассчитывали на победу. Повторюсь, я всегда еду с желанием победить и с настройом победить. И сдавался никогда не намерен. А внести тут такое внимание со стороны чемпиона. Согласен, что ты сам в толп тяжелого веса и выводишься. Но при этом и Вайллор обратил внимание на твою победу. Джошуа тоже стоял вот так. Я, честно, на это внимание даже не обращал. Я знаю, что он наоборот. Я знаю, что он наоборот. И работать чуть сильнее. Можно продолжить? Сорида. Вопрос. Александр Поверькин, прям мигильная личность. Очень много про него идет обсуждение. Уже и фамилия Александра Усика упоминается в качестве возможного следующего соперника. Можешь сказать, что в следующий бой у Александра будет с Вайтом треваншем на 90%? Я уже сказал это раз в 15. Но я могу еще раз сказать, если надо подвести какую-то черту. Следующий бой у нас будет с Вайтом. Потому что у нас в контракте есть пункт о обязательном реванше. Мы стараемся держать славу. Если мы о чем-то говорили, мы эти договоренности всегда выполняем. И последний вопрос. Когда реально организовать будет Леша с Маканом? И где вообще это можно сказать? Очень хороший вопрос. И, к сожалению, пока не знаю, что вам это... Потому что мы только начали все эти процедуры. Леха меня спросил, что с Дон Кириловичем? Договоримся вообще? Я ситуацию уже описывал. Мы с ним одной рукой судимся, другой рукой дружим, переписываемся. И он вообще такой веселый, хороший мужик, с которым у нас, в общем-то, хорошие отношения, несмотря на постоянные сутки. Так вот, с ним-то мы договоримся сейчас. Гораздо большая проблема – это вообще шоу, в которых можно выступить. Потому что с учетом пандемии все закрыто и ничего не проводится. Сейчас Эдди проводил мероприятия без зрителей. Может быть, еще какие-то будут мероприятия без зрителей. Может быть, здесь, в России придется проводить. Может быть, в Европе. Может быть, в Америке. Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. В принципе, если не считать те проекты, которые сейчас делал Эдди, фланги, во всем остальном боксинг практически не было. Индустрия умерла на это время. Поэтому посмотрим, что будет. Давайте посмотрим. Вопрос к Алексею. Так, ну, Алексей, ты тренировался с Кусиком и готовил его в Едису, по-моему. Какие остались впечатления от работы с Кусиком? Не общаешься ли с Кусиком? Как ты во время ходил? Впечатления остались самые положительные. Как о человеке, как о боксере. Очень хорошо встретить. Я уже много раз рассказывал. Достаточно такие хлебосольные ребята. Общаетесь на связи? Ну, так редко. Иногда мы в Инстаграме списываемся. Если он будет в Москве, я думаю, или в России где-то, я думаю, мы увидимся. Либо я буду на Украине. Мы обязательно увидимся, пообщаемся. Очень хороший парень. Так желательно, порядочно, спокойно. Андрей Михайлович, вы сказали, что бой с Кусиком на самом деле реальный. То есть, хотя его команда говорит, что это абсолютно не рассматривается. Это действительно реальный вариант, что это будет? Или это, на самом деле, нереально? То есть, посмотрите ли вы такой вариант? Ну, вообще, в принципе, в пространстве встретить Поветкина и Усика где-то в мире, вместе, чтобы они еще и подрались, реально. Другое дело, зачем это надо, кому это надо? Сейчас у него там есть свой путь, у нас есть свой путь. Отвечая на вопрос, исключаю ли я такую возможность? Нет, не исключаю. Говоря о том, что их команда говорит, что там другие планы, тоже правда, у нас тоже другие планы. Но, когда мне задавали вопрос, он звучал именно так. Возможно ли это вообще в принципе? Почему нет? Ну, так же я сказал, что я бы не хотел, чтобы они дрались между собой. Потому что, ну, когда два хороших парня дрался между собой, вроде как и не хочется. Лучше бьют других. Ну, да, Александр Александрович. Ну, еще вот эту тему, чтобы закрыть, я вот у Саши спрошу. Вот ты сказал полгода назад, что я согласен с Усиком, что такой бой не нужно делать. Там и политика решается. Ты поменял позицию или ты уже готов с ним выйти после последнего победа? Ну, я к Александру как относился, так отношусь очень положительно. Это хороший человек, хороший боксер. И как-то, Андрей Михайлович, у нас есть свой путь. У него свой путь. Ну, зачем он сейчас? Если бы мы были бы в мире два боксера, тогда, наверное, воскресенье. Но мы не два боксера. Что касается политики, они, безусловно, помешаются. К сожалению. Но просто очень не хочется, потому что начнут с противника, ну, соперника. Делать врагов, и когда появится идеология, это бред. Ну, неприятный такой бред. Давайте дальше. Александр, три вопроса к вам. Что бы вы изменили в подготовке и тактике при проведении реванша? Ну, знаете, трудно об этом сказать. Мы еще с коллективом, со своими, с тренерами будем посоветоваться. Будем смотреть, думать, что мы сделали неправильно, что правильно сделали. Ну, от этого будем уже делать выводы и будем ставить тренеров. Угу. Угу. А сейчас при выборе следующего соперника, какой фактор будет приоритетным? Угу. А я не выбираю. Я не выбираю. Кого удалось, я не буду боксировать. Я, честно, я насчет этого спокойно. Я выбираю. Да. Вот человек. Правильно. Правила только пусть договариваются. Правильно. Наши дела боксировать. И последний вопрос. Насколько изменилась роль Ивана в вашей подготовке в последние год-два? Вы знаете, у нас с Ивановым не нормально все, у нас нормальные отношения. Мы тренируемся. Он помогает нам в тренировках. Постоянно присутствует на них. Подсказывает. Тактически помогает. Потому что тактика, я считаю, что неплохая. Так что у нас все нормально. Спасибо. Дальше вопрос. Александр, вопрос к Иване. Как-то в свое время Артур Митергеев сказал, что главное перед боксером извиниться. Поэтому сначала извиняюсь за то, что сейчас посмотрю вам паспорт. 41 год уже скоро исполняется. Уступ по ищению рождения. С другой стороны, все-таки у вас было уже, считайте, две подготовки к бою Уайтам. И еще будет третья в этом одном календарном году. Как ваш организм реагирует на такие физические нагрузки? Требует ли он отдыха или вы сейчас себя чувствуете нормально? Нет, я нормально все чувствую. Тут нужно гладить. Пойду обязательно медицинская обследование. Пусть все посмотрят, чтобы все было нормально. Так чувствую себя нормально. По ощущениям тогда это какой срок вы готовы там вернуться? Либо на линк, либо приступить к тренировкам? Как скажу, так я говорю. Там просто если говорить серьезно, там у Саши есть такая особенность. Он нет большой разницы между формой и отдыхом. Он всегда в ровной такой форме. То есть всегда тренируется, всегда в ровной форме. В этом смысле легче подходить к бою. Подводиться. Давайте дальше. По русской традиции 43-х не отмечают. У вас 41-е день рождения. Как вы планируете открыть этот праздник? Вы знаете, я вот 36-37-35 не отмечал, а 40 отмечал специально. Всем назло. Всем назло. Вы знаете, я об этом не думал. Я думал, я вообще не буду отмечать. Посмотрим. Кто построит. Недавно в сети спорили, кто сильнее. Порядка 2008-го года или 2020-го. Как сам чувствуешь, какой победник сильнее? У вас 50-летний или 40-летний? Ну, 40-летний, опытный. Трудно сказать. Не знаю. Еще вопрос. Хотелось бы спросить. Какой наш боксер Чудинов? Какой сейчас по-моему находитесь? Пока следите, не следите. Честно, я не знаю. Хороший, сильный боксер и хороший боксер. Только как у Фомин находитесь, я не знаю. У него будет бой, как раз 11 сентября, против Ричардсона. Как вы думаете, насколько будет зрелищно этот поединок? Тем более, что заходит чемпион генерального бюджета. Я думаю, для нас он по-любому зрелищно будет. Потому что там будет наш российский боксер. Хороший боксер. Будет болезненный биржой. Все, спасибо. Ну, давайте. Ну, бой отрекламирует. Причем, я прошу, Груз, давайте по теме. Я все равно. Давайте. Алексей, уже затронули тему с Усиком. Если вдруг все-таки состоится бой Александра Поверкина и Усика, готовы помочь Поверкину в тренировках? Конечно, готов. Но Усик левша и совсем другой манер ведения боя. Но я готов. Я же помогал, как-то, Саня, помнишь, к Пересу готовился. Я думал, Усику будет помогать, да? Нормально будет. Ну, и не придется в левшем становительном. Да. Данил, давай. А у меня вот такой вопрос к боксерам. А вы своеверные вообще люди? То, что раз в 40 лет. А у меня вообще я к этому нормально обнажусь. Если честно, у меня все равно. Ну, может быть, отчасти. Знаете, есть какие-то такие свои моменты. Вообще, в принципе, основная часть спортсменов суеверная. То есть, допустим, я одеваю там перчатку с правой руки. Ну, да, у меня есть вот такая фишка. Я всегда вот с правой руки одеваю перчатки. Там еще какие-то моменты. Мелочи, казалось бы, мелочи, да? Но я стараюсь их как-то всегда соблюдать. Может быть, это не столько суеверие, а сколько оно вот так вот пошло, как-то у меня изначально. Я стараюсь этого придерживаться. Александр, а с вами там виделись после сбоя? Парах раз перебросили? А что-нибудь руки пожали? Виделись, виделись. Руки пожали, блин. И все. Да. И все. А я с локомандистом не разговариваю. О чем мне сегодня разговаривать? Да и нечем. Слушай, а ты как-то отреагировал тогда, когда он подал тебе руку на взвешивание? Ну, то есть, очень много... Ну, я... Аперкотом отреагировал. Я, может быть, подумал, я лично так подумал, может быть, он или не увидел, или боится из-за этой эпидемии. Ну, я, как-то так, это нормально. То есть, это его лично не хочет и не надо. Ну, просто сейчас очень много видео, где-нибудь руку не подает, а потом трево отправляет в заказы. Хороший момент. Ну, это отношение к этому не имеет. Это хорошее видео. Оно учит людей, что надо подавать руку. И надо быть вежливым. Потому что все равно вас настигнет. А вот смотрите, Лайк говорил, что не хочет жить с вами в одном отеле. Вы вот с ним пересекались до боя? Он как-то реагировал? Да нет, не пересекались, не виделись. Нет, не виделись, да. Только на пресс-конференции виделись с ним. Ну, мне лично все равно, если честно. Ну, просто как-то ладно. Да, меня вообще становят. Ты всегда психологически устойчивый. И в этот раз ничего не поменялось. Ты по-прежнему… Я спокойно. Я что-то не помню, чтобы хоть когда-нибудь поменялось. Всегда такое слово. Ребята, все. Я хочу вернуться к теме британского кино. Что вы можете сказать? Но вы уже не один раз показывал в Европе Британии. Что вы можете сказать насчет британских джентльменов? И как будете смотреть фильм? Вы будете комментировать, насколько это по-настоящему отражает жизнь? Вы знаете, наверное, недалеко что-то комментировать от этого. Я просто не сказал, что особо что-то видел. Знаю, как они живут. Ну, в принципе, публика мне понравилось. Как они любят боксу. Как они любят боксу. Как, вы знаете, они разбираются в нем. Так что, насчет этого я ничего плохого не видел. Я видел, что они любят бокс. И когда видят, кто им нравится боксировать, они болеют даже за другого спортсмена, другой команды или другой страны. А вы обещаете еще? Вы будете смотреть фильмы? Вы смотреть фильмы? Нет. Посмотрю обязательно. Еще один общий вопрос к каждому участнику. Отмечается поединок Майка Тайсона и Роя Джонса. Что вы об этом думаете? Это настоящий боксовский поединок или это уже встреча ветеранов? Или какой-то фрик соревнований? Болеть будем за красивый бокс. И в первую очередь мне бы, конечно, хотелось, чтобы они получили как можно меньше травм. Потому что оба великие спортсмены. И как можно больше денег. Потому что оба великие спортсмены и не хотелось бы, чтобы один другого покалечил. Но мы все прекрасно понимаем, что пик их формы уже далеко позади. И все-таки, конечно, ожидания могут быть большие. Но я не думаю, что будет какой-то супер бой. Но все равно мы будем его смотреть. Андрей Михайлович, тот же самый вопрос. Ну, и тот и другой – это абсолютные звезды, которые навсегда уже остались в истории бокса. Их знает весь мир, они очень крутые. И Тайсон, и Роя Джонс. Но мы должны с вами понимать, что это такой выставочный бой. Это не совсем спортивное, что ли, событие. Это событие, которое пропагандирует спорт, пропагандирует бокс. Которое дает возможность этим звездам заработать деньги, что хорошо. Ну, абсолютно нормально и хорошо. Это событие, которое привлечет большое внимание. Но это не тот бой, когда что-то стоит на кону. Что-то большое, серьезное и так далее. Поэтому, ну, с удовольствием посмотрим на звезд. Но много спорта в этом нет. Может, нам вовремя крутайся, но тоже будет русский паспорт. Вы знаете, вот правильно Андрей Михайлович сказал, что это великие ребята, сильные боксеры. И будет очень интересно их посмотреть. Я думаю, не только мне, а всем у меня будет интересно посмотреть их обморки. Ну, что, желаю им здоровья, чтобы они себя друг за них покалечили. А тяжело боксировать для зрителей? Он сильно изменился для вас. Я никогда, вы знаете, никогда на это внимание напрощал, вот сейчас. Мне все равно, что зрители, что без зрителей. У нас были ребята, которые, наоборот, без зрителей спокойнее боксировали. Лучше боксировали. Это в любителях еще команды. Спокойнее боксировали, потому что нет такого давления, нет такого ажиотажа. И поэтому они более спокойно ходили и более правильные вещи делали. А мне, если честно, мне все равно. Я сразу сказал, что мне что зрители, что без зрителей. В серьезном бою не видно, где есть зрители. Или нет? Да. Ты уже 20 часов не видно. Александр, я провел день после врачей невесты. Поехал домой, вы что делали? Да ничего не делали. Папах умерел. Сына на руках потаскал. Да ничего, отдыхал. Он ничего не делал и все. Никак не отмечали ничего? Нет, нет. Пограмма нету? Нет, нет. Саш, скажи, пожалуйста, ты и так многих детей мотивируешь. Но сейчас очень много сообщений приходит в аккаунт, что ты смотивировал людей, которым 40-35. Ты можешь дать какие-то мотивационные слова, посоветовать? Могу. Идите, занимайтесь. Никогда не поздно, никогда не рано ждать этих слов. Так что я считаю, это нормально. Если даже 35-40-50 начнут заниматься, то занимайтесь. Я считаю, это только классно. Во-первых, вы покажете даже 40-50 лет своим внукам и детям можете показать, что вы способны. Значит, вам надо и поддержать. А я считаю, что если человек занимается, он не только здорово физически будет, но и духовно будет здорово. Это человек, который не обидит славу, это человек, который не будет издеваться над славой. Нормальный человек, просто нормальный человек, добрый. А я считаю, что в частности бокс, он воспитывает доброту. Как бы это странно не звучало. Я уже не раз это замечал, что здоровый, сильный парень, который боксировал на мерах, на Европах. Я помню, мы никогда не были злыми. Всегда добрые были, интересные ребята. И были очень вежливые. Это абсолютная правда. Вообще всякая злость и истеричность – это от неуверенности в себе. Люди сильные, они уверены в себе, они спокойны. Только слабые. Им не надо ничего доказывать. А те, кто злобно себя ведет – это люди внутри слабые, без стержня. Давайте дальше. Андрей Михайлович, к вам вопрос наступает. Вас не было на самом поединке. Это было связано как-то с пандемией? Нет, это связано было с тем, что британцы дали ограничения определенные по количеству людей в команде. И я мог бы туда без проблем поехать, но это значит, что один человек из команды выбывал. Ну и я подумал, что я без проблем посмотрю бой по телевизору – это не очень большая проблема. Но у бойца будет полноценная команда, которая ему нужна, а которая не поддержит. Андрей Михайлович всегда делает, как лучше для боксера. Человек, который не думает о себе. Это очень хорошо. Потому что я не знаю. Это хорошо тоже. Потому что он занимается боксом. Вот. Поэтому удобно. Линия, да? Выстроил сразу. Саша, скажи, ты когда-нибудь планируешь поехать? Ну, может быть, в России, в Сочи, в Крыму? Да, я хочу с ребенком и с женой съездить в Сочи. Планируешь? Да, да. Планирую, да. В сентябре. Ну, сейчас полстраны приедут туда завтра. Ребят, есть еще вопросы? Или мы завершаем нашу пресс-конференцию? Ну, не слабко. Все, завершаем. Пока не появилось. Поляр. Андрей Михайлович. Можно с троем? А застанавливаем.